Хозяева нам жаловались, что через этот забор сверху и снизу проникают котики и нервируют строжевую собаку. Поэтому мы решили посадить здесь живую изгородь. Очень колючую, чтобы ни собачка, ни котик, ни тем более наш отечественный вор не смогли проникнуть на участок. Что может быть лучше шиповника? Кто же не знает, шиповник это первейшие витамины. Так что давайте сажать шиповник не пожалеем. Для начала выкопаем ямку. А вот в яму мы класть ничего не будем. Шиповник достаточно такое дикое растение. И в принципе ему всегда всего хватает. На шиповник кустарник очень колючий. Вот я, например, когда с шиповником работаю, одеваю двое перчаток. Но потом все равно минимум неделю вынимаю занозы из рук. Берем наш шиповник, несем к яме и вынимаем из этого контейнера. Так. Сажаем сюда и засыпаем той землей, которую мы вынули из ямки. Ножку утоптали. Осталось нам только полить и обрезать вот эти вот засохшие веточки. А потом просто будем вот эти вот побеги откапывать с корешками и досаживать их на свободных местах. Вообще шиповник очень легко размножать. Поэтому если вы будете покупать куст шиповника, достаточно вам будет одного. Потом вы его размножите так, чтобы получится целая изгородь. И не сажайте шиповник возле дома, возле деревьев, там, где вы делаете какие-то хозяйственные работы. Если вы пойдете на шиповник, это очень больно. Знаю по собственному опыту.